Правые руки полный круг. Раз, два, три. И прогрессия. Первый, второй, третий. Остались. Коменад. Два. Окунуться в эпоху модерна. Легко. В музее садьбы Фрянова каждый год проводит балл «Магия веера». Вальс, соваш, полька, котельон. Парк-усадьбы традиционно наполнился умело танцевавшими дамами и господами. Поначалу может показаться, что танцы невероятно сложны, однако по чутким руководствам распорядителя балла композиции становятся простыми и доступными даже для тех, кто только начинает. И полный круг. И прогрессия. Первый, второй, третий. Променад. Это очень невероятное такое чувство, ощущение зарождающегося чуда, какого-то волшебства, потому что люди не просто учатся танцевать, они окрыляются, они знакомятся, они чувствуют себя более раскрепощенно. В то же время им хочется соблюдать этикет, то есть это определенные нормы поведения. И когда люди так преображаются, ну это не может оставить равнодушным. Также для участников организовали ярмарку мастеров, мастер-классы, а чай пили прямо из самовара. Бал посетили около 60 человек, среди которых были жители Москвы, Королева, Фрязина и Щелкова. В этот день эпоха модерна была интересна людям разных возрастов. Такие баллы позволяют гостям окунуться в атмосферу прошлых лет, познакомиться с историей и культурой страны. В усадьбах всегда проводились балы. И более того, мы нашли заметку в газете «Богородская речь» от 4 февраля 1912 года с описанием бала Маскарада, который давался в нашей усадьбе. И когда мы получили такое документальное подтверждение, что в нашей усадьбе балы были, мы решили, что нам сам Бог велел возродить эту традицию. В Мезонине усадьбу проходила выставка «Этюд о балах, веерах и нравах» из частной коллекции просветительского проекта «Музей на ладони». Здесь собраны украшения, аксессуары и многое другое, что наполняло быт и досуг дам благородного сословия до 1914 года. Из-за того, что мы исторические танцоры, мы немножко понимаем контекст, потому что веер, конечно, не живет сам по себе. Перчатки не живут сами по себе, полировочки для ногтей не живут сами по себе. Они сопровождали бы дамы и кавалеров 19 века, наполняя их определенными нюансами. Люди встречались с этим каждый день. Но давайте так, в 19 веке сейчас нас окружают разные предметы, потому что при подставочке для сотового телефона, скорее всего, тоже будет озадачивать спустя 100 лет людей, которые будут жить. То же самое, есть какие-то небольшие предметы, которые сейчас утратили свое значение. Мы по-другому храним духи, мы по-другому носим перчатки. Вот часть этих предметов представлена в витринках. Историко-краеведческий музей усадьбы Фрианова расположен в уникальном здании. Бывшем господском доме Лазаревых, построенном на рубеже 18-19 веков. Усадебный ансамбль, состоящий из деревянного дома с флигелями, галереей, регулярного парка, системы прудов, является памятником архитектуры и истории федерального значения. Мария Синина, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.